Знакомьтесь, это Джессика. В семью Устиновых она попала больше года назад. Собака живет на территории приусадебного участка. Хозяева рассказывают, летом животное много времени проводит на свежем воздухе. Когда сильно жарко, дольше спит и активно пьет воду. А еще обожает купаться. Молодец, молодец. Кто купается вот так? Джессика купается. Молодец. Умница. Джессике мы построили будку и вольер. Она у нас находится в тени под этим деревом прекрасным. Мы покупали ей надувной бассейн. Естественно, она его раздрала специально для нее. Поэтому у нас везде вода и она с детства любитель воды. А вот пес Джек предпочитает более масштабные водные процедуры. По вечерам покоряет Волгу-матушку. Собака купается с детства. Все начиналось с малого. После прогулки Джеку мыли лапки, поливали из душа. Хозяева говорят и не заметили, как купание у собаки вошло в привычку. Мы изначально его приучили так, что я заходила полностью в воду и мы с ним с большой глубины начинали вместе купаться. Я его держу за поводок, придерживаю. То есть с такой небольшой поддержкой, потому что сам он боится купаться. Он маленький и без меня он никуда не хочет идти. А вот кот Шерлок скрывается от жары дома. Он британец, прирожденный аристократ. Представители этой породы от природы сдержаны и спокойны. Однако за внешней невозмутимостью прячется оригинальный темперамент и много амбиций. Например, два года назад Шерлок стал натурщиком для создания 3D-модели персонажа кота к видеопроекциям спектакля «Сны Алисы». Порода достаточно, как мы видим, шерстистая. Поэтому, как и в основном котов, в жару их лучше почаще вычесывать, почаще, чем зимой. Но если ему совсем жарко, то намочить мордочку водой и пузо смочить. В жару просто лежит больше, чем обычно. Так-то он, конечно, очень активный кот. Молодой, несмотря на то, что толстоват. Носится мое почтение по квартире. Вычесывать богатый мех четвероногого друга нужно 3-4 раза в неделю. В жару домашний питомец предпочитает валяться в ванной на прохладной кафельной плитке или растянуться на подоконнике. Под кондиционером спасаются от жары не только люди, но и животные. Проводить здесь время – любимое занятие кота Шерлока. Пушистый любит отдыхать с комфортом. Специалисты отмечают, жара негативно сказывается на здоровье домашних животных. Они становятся вялыми и уставшими, не могут найти себе места, им тяжело двигаться и дышать. Поэтому в этот период хозяевам следует быть внимательнее. Отдельно хочется сказать про плоские мордочки, то есть от собаки брахицефалических пород. Им вообще категорически нельзя перегреваться, потому что у них короткие дыхательные пути. И очень много случаев, когда экстренно они приезжают к нам в клинику с температурой 42 и выше. То есть им гулять утро-вечер и в квартире, в машине иметь кондиционер – это обязательно. Для кошек в целом они достаточно адаптированные к жаркой и холодной погоде, поэтому когда вы уходите из дома, оставляйте им достаточно воды. Также можно привести шерстку в порядок, какую-то гигиеническую стрижку сделать. Если у животного внезапно появилась отдышка, покраснели ушные раковины или слюна стала вязкой – это повод насторожиться. Питомца лучше перевести в прохладное место и напоить. Если состояние не удалось нормализовать, нужно измерить температуру. Для этого подойдет электронный градусник. Если показатель выше 40 градусов, значит животное перегрелось и нужно обратиться к ветеринару. Ксения Баканова, Константин Головин, Валерий Майоров. События.